Здравствуйте! Меня зовут Федор Васильев, это проект Joomla Sensei, 31 урок. Мы продолжаем с вами рассматривать шаблон JS Services. Следующий у нас на очереди вот эти два модуля. Перехожу я в админку быстрого старта. Я уже определил, что это за позиция. Это позиция модульная Content Button. И вот этот модуль – это набор шорткодов из вкладки типография. То есть, смотрите, мы, конечно, можем зайти на страницу типография и каждый элемент рассмотреть, как он устроен. Но если мы хотим получить именно вот такое отображение и быстро это сделать, то я предлагаю прямо отсюда из модуля взять весь код, а просто потом отредактировать все данные на наши. Сразу предупрежу, у нас все время с картинками здесь что-то не так происходит. Здесь нужно везде подгонять свой размер. Поэтому заранее я вам сейчас скажу, какой размер вот здесь должен быть картинки. 344 на 388 пикселей. Вообще зачем это? Что это такое? Здесь просто нужно включить фантазию. Где вы можете это применить? Возможно, вам этот блок и не понадобится вовсе. Но так как мы учимся, я вам настоятельно рекомендую вместе со мной все эти нюансы, то, что я вам даю, все это проходить. Потому что в будущем, возможно, эти навыки вам где-нибудь пригодятся. Итак, смотрите, это у нас модуль HTML. И вот он. Заходим внутрь. Мы видим картинку, текст. Мы решили с вами скопировать отсюда весь код, а потом отредактировать его на наш. Кликаем по галочкам исходный код. Аккуратненько весь код забираем отсюда, выделяем и копируем. Переходим в админку нашего рабочего сайта. Идем в менеджер модулей. Кликаем создать. И создаем HTML код. Кликаем, значит, исходный код и вставляем наш код. И ОК. Переходим в админку быстрого старта. И переходим на вкладку дополнительные параметры. Забираем отсюда суффикс CSS. Идем в наш рабочий сайт. И вставляем. Здесь также смотрим. Здесь есть такой параметр размер бурстрап 8. Это чтобы у нас колонки делились, да? И не растягивался модуль на всю ширину. У нас бурстрап 0. Ставим тоже 8. Назовем как-нибудь. Не важно. И привязка тоже сразу давайте сделаем. Только на указанных страницах. Это у нас только на главной. Так, позиция модуля контент бутон. И сохраняемся. Если сейчас мы обновим страницу главную. У нас с вами, в принципе, все уже встало как надо. Нам только нужно поставить свою картинку. И все данные заменить на наши. Опять же, подумайте, какие здесь могут быть данные ваши. Вот в этих пунктах, например. Давайте сначала изменим картинку. Зальем ее к нам. Опять же, картинку я вам сказал, какой размер. Вы ее подготовьте. Будем считать, что вы ее подготовили. Кликаем изображение. И заливаем картиночку. Так, закрываем. Идем в код. И смотрим внимательно на код. У нас изображение начинается с тега ing. Вот, видите. Потом класс. Идет. Jam Images Margin. И вот у нас идет путь. У нас папок столько нет. И мы удаляем здесь лишнее. Я загрузил в корневую папку images. Поэтому перед ней я все удаляю. Что получилось вот так вот. Images. И потом название картинки. Дальше, кстати, смотрите. Когда вы вставили картинку, вот этот тег alt и между кавычек, вы здесь можете прописать или по-русски, или как хотите, любое название. Это как бы название картинки. Этот alt. Его мы не будем видеть. Это для поисковых систем. То есть, когда alt заполнен у картинок, это очень хорошо сказывается на продвижении по картинкам. Как вы знаете все, что и у Google, и у Яндекса есть поиск по картинкам. Многие люди что-то ищут именно по картинкам. И вот в вашей нише, если будет кто-то что-то искать, и вы хорошо оптимизируете и сайт, и картинки, возможно, ваша картинка будет высоко в топе среди картинок ваших конкурентов. Потому что есть даже такие понятия, что люди продвигаются именно за счет картинок. Потому что за счет них, например, в каких-то случаях легче продвигаться, нежели по статьям, например. Поэтому имейте в виду, аккуратненько, не удалив ни одной кавычки, между ними свое можете вставить. Нажимаем ОК. И вы видите, наша картиночка встала. Давайте сохранимся и на этом уровне посмотрим, что у нас получается. И вот вы видите, у нас встала картиночка, как летая. Здесь мы заголовок отключим, потому что у нас в демо его тоже нет. Этот заголовок портит нам весь вид. Далее, смотрите, вот нам нужно поменять заголовок. Вот это вот подзаголовок. Вот эти пункты. И на кнопке RedMore нужно написать что-то по-русски. Либо читать дальше, либо подробнее, что хотите. Ну и все просто. Здесь можете прям вот здесь аккуратненько. Вообще лучше прям в код заходить, чтобы вы заодно потихоньку понимали, как это выглядит изнутри. И давайте я вам покажу, где это находится. Вот находим заголовок. Он находится в виде. Ну просто тут уже видно, да? Название и название. Аккуратненько, не задев никаких кавычек. Удаляем и вставляем что-то свое. Я вставляю абсолютно произвольный текст. Просто вам показываю, как это редактируется. Смотрите, вот как я выделил между тегом и п. Видите, это и есть наш подзаголовок. Вот так аккуратненько удаляем. И вставляем свой текст. Дальше, смотрите. Вот начинается отсюда код и закрывается кодом ul. Вот этот вот значок, касая черта, да? Это как бы закрывающий тег. Закрывает он вот эту всю конструкцию. Вот это дальше. Это идет наша ссылка redmore. Читать дальше. Поэтому, смотрите, вам нужно изменить вот эти строки. Вот это. Это просто текст на английском. Вы должны здесь что-то свое написать. Например, я просто пишу... Просто пишу демо. Везде. Аккуратненько, не задев ни одной галочки. Иначе конструкция развалится у вас и ничего не получится. Точку можно удалять. Точка это просто конец предложения. Вот таким образом. И, смотрите, давайте окей и на этом уровне посмотрим. Обновляем сайт. Вот видите, у нас все получается. Идет... Вот наш текст демо, демо, демо. И смотрите, какой нюанс. Если вы хотите уменьшить количество вот этих вот значков play и напротив текста, да, уменьшить или увеличить. Как это делается? Заходим в код. Это все очень просто. Вы либо вот так вот. То есть выделяете вот одну строчку с тегами L и... Ну, вот как я. Видите, делаете вот так. И удаляем. Пробел вот так еще удаляем. Мы одну строчку уже удалили. И, соответственно, неограниченное количество. Вы можете пробел, поставил, пробел, поставил. И потом меняете текст тут на свой, да? Вот и все. Давайте посмотрим. Я на одну же прибавил. Чтобы вы увидели своими глазами, что это все работает. Обновляем. Был 4, теперь 5. Так что здесь все просто. Давайте я все-таки одну удалю, чтобы не портить картину. И чтобы у нас выглядело все как в демо. И теперь вот эта строчка, это у нас RedMore. Как я уже говорил, это все можно взять отдельно. То есть вы можете взять вот этот код и вставить какой-то другой ваш HTML код. Например, если вам где-то нужно вот этот RedMore, да? Соответственно, вот текст RedMore. Мы здесь пишем, например, подробнее. Ну и, соответственно, ссылка вставляется у нас, вы уже должны знать, HREF и аккуратненько удаляем только решетку, не задев кавычек. И вставляем какой-то свой адрес. То есть куда будет вести подробнее. Это может быть внутренняя статья. Я сейчас вставил внешний URL. Сохраняемся. И обновляемся. Я обновил страницу. И смотрите, текст на кнопке подробнее, он поменялся. Кликаем, значит, подробно. Видите, меня перебрасывает на сайт. Все очень просто. В принципе, урок уже получился достаточно такой длинный. Уже 11 минут. Я хотел в один урок вложить и дать вам следующий, который соседний был модуль. Там тоже ничего сложного. Но там тоже минут 10, наверное, уйдет у меня. Поэтому я здесь, наверное, ставлю паузу, чтобы не перегружать вас. Пока потестируйте, потренируйтесь, поделать вот это. А мы увидимся с вами в следующем уроке. Позвольте подарить вам подарок. Если вы только начинаете свой путь с джумла, или вы уже матерый веб-мастер, вы рано или поздно задумаетесь о самом важном. Это внешнее отображение вашего сайта. Другими словами, шаблоны. На просторах Рунета вы сможете просто утонуть в изобилии красивых шаблонов. Но есть большая опасность получить вирусы прямо с шаблоном, тот, который вы скачаете. Крайне нежелательно качать шаблоны с неизвестных источников. Я хорошо поработал и собрал для вас базу из 55 качественных и красивых шаблонов на любую тематику. Все шаблоны чистые, без ссылок и вредоносного кода. Гарантирую в 100%. Все шаблоны были скачаны мной лично, напрямую, у разработчиков. И я все упаковал в один архив. К каждому шаблону приложил ссылку на демонстрацию шаблона. Так, чтобы вы всегда могли сначала посмотреть на шаблон во всей его красе. И выбрать то, что вам понравилось. Все это я сделал для удобства. Итак, как получить все шаблоны целиком? Да очень просто. Шаблоны я отправлю на ваш email адрес. Просто пишите в поле ваш рабочий электронный ящик и подтвердите подписку. И через несколько секунд автоматически к вам придет второе письмо с ссылкой на закачку архива с шаблонами. Желаю вам творческих успехов. С уважением, Федор Васильев. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok